Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну нет, дорогая, ты чего? Ну у тебя же будет завтра голова болеть, я тебе на работу Давай просто поужинаем Я дома Ты что, мне изменяешь с этой шлюхой? Ты хоть справку не проверил? Ну-ка, открой рот, открой рот, скажи, а? Милый, я дома Ты что, мне изменяешь? Я что, уплотаю в постели, да? Милый, я дома Молись, сука! Милый, я дома Субтитры сделал DimaTorzok Милый, я дома Ты скажи, а ты как? Я вообще отлично, там уже вышла, а ты там уже вышла Да Дети есть? Да Милый, я дома Милый, я дома Ты же говорила, как моя сестра А ты, сука! На, на, сука, на, сука, получай, сука Довела меня Ущелье Ой, что-то мне плохо Ой, по-моему, я сейчас умру Успокойся, 37,2, это не смертельно. Игорь, вот тебе подарок. Мне подарок! Мне подарок! Подарок! Смотри, давай, 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 отъезжай! Право купил, ездить не купил. Лива, пожалуйста, не убирай. А ты эмоциональный? Не, ну жопу, зачем пока? Саш, ты на съемке? Я просил, по-моему, на съемке. Дорогая, а вот и я. Ага, да-да-да, сейчас же, посиди, посиди, посиди. Дорогая, а вот и я. Наконец-то ты пришел! Дорогая, а вот и я. Дорогая, а вот и я. Она ушла, вот во счет. Дорогая, а вот и я. Ну и где ты был? Дорогая, а вот и я. Да пошли ты. Дорогая, а вот и я. Опа, шик, кто пришел! Дорогая, а вот и я. Дорогая. Алло, мам, таксист, походу, какой-то маньяк. Запиши номер машины. 312. Только, пожалуйста, идите, типа, аккуратнее. Ой, меня сейчас, по-моему, умерет. Да не спеши. Мы что, на концерте Шапутинского? Включи чуть-чуть повеселее. Руки вверх. Не курите здесь. Закройте окно, дует. О, жарко. Включите кондиционер. Выключите музыку, я же разговариваю. Это что за фуфила, а не машина? Не, я на такую не поеду. Ну, а ты таксистом-то давно работаешь. А много заработаешь? А тройки на дорогах попадают? С таксистом работаешь, потому что у тебя на другой ума не хватило, да? Слышишь, а ты вообще нормальная тема? Мам, я тебе уже говорила, таксист не маньяк. Не буду говорить тебе о номер машины. Нормально, я доеду. Вы из пятого кабинета. Я вас в ротом три часа жду. Можно побыстрее? Стоятку, лясу, точек. А давайте-ка мы этому пациенту пару клизин для профилактики выпишем. Ты опять отчет не сделала? Ты целый день в телефоне просидела. Я за тебя его делать не буду, ты поняла? Фу, чем я там занимаюсь, лучше поработал. Девушка, а что суп такой холодный? Вы когда его готовили? Разогрейте. Ну вот, другое дело. Ты не надоела, я тебя бросаю. А ты мстительный? Замри. Замри и не шевелись. Бросит он меня, решил. Твоим друзьям в инстаграме надоело смотреть на одни твои селфи? Ну а что делать? Ведь на вытянутую руку входит только одно твое лицо. И парня, как назло, нету, который смог бы тебя сфотографировать. Даже уже подружки смеются, что у тебя нет парня. Я придумала идеальную конструкцию, чтобы сфотографировать себя в полный рост. И утереть подружкам нос. В смысле? У меня нет парня. А кто меня тогда с утра так красиво фотографирует? Для этой идеальной конструкции вам понадобятся бытовые предметы. Швабра, малярный скотч, селфи-палка и стуль. Самый подходящий источник света это окно, поэтому всю эту конструкцию устанавливаем напротив него. Фотографироваться на фронтальную камеру я вам не рекомендую. Очень плохого качества. Но в принципе это было бы слишком легко. Поэтому сфотографируйтесь на переднюю. Итак, идеальная конструкция создана. Теперь отходим подальше, чтобы на фото было видно. Не только ли то, но и часть тела. Но есть маленькие нюансы. Я не могу дотянуться до телефона. А селфи-палка уже занята. Я придумала идеальную конструкцию, чтобы сфотографировать себя в полный рост. А понадобятся бытовые предметы. Швабра, малярный скотч, селфи-палка и стуль. Но есть маленькие нюансы. Я не могу дотянуться до телефона. А селфи-палка уже занята. Теперь на помощь к нам придут наушники. Длинные шнура как раз хватит, чтобы отойти подальше. Вот, вуаля! Легким нажатием на кнопочку звука мы начинаем себя фотографировать. В этой диагнозхеме что-то пошло не так. Мой мегамоз говорит мне, не надо сдаваться. Это зеркало. Зеркало отображает экран телефона, и мне теперь все видно. Ну ладно, не совсем идеальная конструкция, но я не доработаю. Что за пиздец? Тупые курицы, зачем снимать такое говно? У этой рыжей, кажется, вообще не все дома. Висячки и доска. Что за наркоманка эта рыжая? Да нормально у тебя сиськи, а не влюбленные. Рыжий кто-то пиздит что ли? Не стыдно? Вроде взрослые бабы, а мозгов ноль. Больше так не делайте, а если делайте, то не выкладывайте. Смело, но рыженькая, странноватая немного. Ибанушки. Хуй-то. Как это развидеть? Как это развидеть? Как это развидеть? Всем спасибо. Ну что, поехали? Вчера я переспала с твоим парнем. В смысле переспала? Подруга называется. Продрела змею на своей жизни. С чужими музыками таскаешься. Зачем ты это делаешь? Ну что, поехали? Вчера я переспала с твоим парнем. С кем? С Мишкой что ли? Ну и как он, Мишка, три секунды. Ха-ха-ха, не понравилось. Ну что, поехали? Я вчера переспала с твоим парнем. В смысле переспала? Как ты могла? Ладно, подруга мне или нет вообще? Ну что, поехали? Я вчера переспала с твоим парнем. Ну что? Поехали. Это не женщина, это беда. Ой, Сака, чё ты делаешь? Бросил у меня, бросил. Кто бросил? Вадим, которому ты лайкала? Нет. Женя, которому голые фотки в гирюк посылала? Нет. Саша, которого вчера заблокировала? Нет же, нет. Ну кто тогда? Ну кто, 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 кто бросил? Муж. Муж меня бросил. А муж-то чё бросил? Ты его комментировала? На фотках отмечала? Постоянно. Ты друзей не удаляла? Нет. Блин, ну тогда вообще всё идеально. Чё он бросил-то? Вот козёл. Вот бы так было, что все, кто подписался на страничку, уже не могли отписаться. И лайкали бы все, кто подписан. Вот за каждые 100 просмотров Инстаграм бы начислял 100 рублей. А девки, которые комментируют всякую херню, сразу бы писали, я это пишу, потому что завидую. В деве бы писали только красивые, умные и богатые мужчины. Обязательно с предложением сразу жениться. На фотках бы получаться сразу без мешков под глазами, без синяков, без прыщей. И в рекламе бы сразу подписывали. Не покупайте это дерьмо, я это рекламирую просто потому, что мне заплатили за это деньги. И чтобы те, на кого я подписана, фотки выкладывали не чаще одного раза в день. Комментариев плохих не было. А только какая ты красивая, какие у тебя смешные видосы. А чёрная маска бы действительно помогала от чёрных точек. На вулкане действительно можно было бы выиграть деньги. И не спрашивали бы подписчики, что за трек, а сами искали по шазам.